Кто мы без памяти о своей истории, о наших предках, истории города? Для жизни общества роли архивов трудно переоценить. Государственный архив Брестской области – это ларец, сокрович, хранящий в себе документальную информацию, касающуюся всех сфер жизни нашей области. В архиве бережно хранятся самые ранние документы, имеющие отношение к истории Брестской области, датирующиеся 1919 годом. Вот я вам демонстрирую именно одно из таких дел, которое как раз-таки было сформировано в 1919 году Брестским магистратом. Как известно, в ходе Советско-Польской войны город Брест в феврале 1919 года был занят польским войском, и здесь поляки создали орган управления Брестским магистратом. И с первых же дней своей деятельности начали создаваться документы, в которых можно найти сведения о том, какие мероприятия проводились, что стояло на повестке дня в жизни города 1919 года. Вот это одни из самых старых документов. На сегодняшний день в архиве насчитывается свыше 1 миллиона 100 тысяч единиц хранения. Хватывают эти документы несколько исторических периодов в истории нашего региона. Это и период вхождения Западной Беларуси в состав Польши с 1919 по 1939 год, это предвоенный советский период с сентября 1939 по июнь 1941 года, период немецко-фашистской оккупации и советский период послевоенности 1944 года и с 1991 года период Суверенной Республики Беларусь. Попадая в архив, каждый документ обретает вечную жизнь. Основная задача государственного архива – всеми силами сохранить документу жизнь. Для этого создаются специальные режимы хранения, идеальные температурные условия 17-19 градусов, а влажность 50-55%. Важен и световой режим – в хранилище должно быть всегда темно, а документы хранятся исключительно в коробках. Свет в хранилище включается исключительно по мере надобности. Особым образом установлена и система пожаротушения. Здесь применяется углекислый газ, ведь использование воды может разрушить ценные артефакты. Сейчас, благодаря технологиям, сохранность документов в разы улучшилась, но так было не всегда. Остались на территории государственного архива предметы с историей, которыми пользовались архивисты из далекого и не очень прошлого. Это картотека командования корпуса округа номер 9, который дислоцировался в Брестской крепости. Это был так называемый военный орган управления, и они вели вот такую картотеку на жителей Полесского воеводства, которые по тем или иным причинам попадали в поле зрения либо военных властей, либо органов полиции и так далее. То есть это картотека оригинальная, ее ввели в 20-30-е годы, но сейчас мы ее используем в справочных целях. Здесь более 150 тысяч карточек, вот как они выглядят, разложены по алфавиту, каждая карточка пронумерована, и можно найти необходимую информацию. Именно архивисты проводят научно-техническую, консервационную и реставрационную обработку документов. Процесс крайне увлекательный. Реставрируемый документ обворачивается с двух сторон специальной реставрационной бумагой, скрепляется все специальным клеем, имеющим в своем составе антисептик. После выкатывания вручную работниками реставрационного отдела документ просушивается и укладывается под пресс. Реставраторы – это люди, действительно любящие свою работу. Большое количество работников со стажем в несколько десятков лет говорит о том, что задерживаются тут только преданные своему делу мастера. 25 лет было в январе этого года. Я пришла сразу в лабораторию. Мне очень понравилось, я просто была, ну, если подходит сюда это слово, я была влюблена в эту работу. Мне все нравилось. Тут, ну, руками надо все делать, что-то. Не просто бездумно. Вот здесь надо думать, наша начальница говорила, всегда думайте, что вы делаете. С каждым листом надо все обдумывать. Мы здесь сохраняем историю, документ. Думаю, что люди нам спасибо когда-то скажут. Информационные технологии имеют мощь во всем мире. Они вошли в жизнь каждого. Вошли и в дом, хранитель, истории, государственный архив. Практически все процессы в архиве автоматизированы. Документы подвергаются оцифровке. Ведется работа по переводу с бумажных носителей в электронные базы данных. Всего в Государственном архиве Брестской области 4 отдела. Один из них – отдел использования и публикации документов. Работники этого отдела исполняют запросы граждан и организаций по разным направлениям. Социально-правового характера. Есть запросы тематические, биографические, генеалогические. Окунуться в историю и узнать что-то большее о своем прошлом интересно каждому. Не исключение и сами сотрудники архива. Как бы не использовать этот шанс. Я, например, не знала, что мой прадедушка шил вещи. То есть никто из моих, ни дедушка, ни бабушка не рассказывал об этом. Знали, что они там были такие люди, дедушка и бабушка жили там-то. И все, больше особо ничего. То есть я узнала, что он шил вещи, что он знал языки. Такая вот интересная информация, чем занимался. То есть я узнала и об одном дедушке, и о другом дедушке. Такую конкретную информацию, которую никто мне не рассказывал. Это, конечно, ценно очень. На самом деле работа архивиста – это очень важная работа. Потому что, не зная своей истории, у вас нет будущего. Поэтому я люблю свою работу. День архивов нужен для привлечения внимания широкой общественности к проблемам и достижениям архивного дела. А также для того, чтобы подчеркнуть ценность архивистов. Ведь их работа, сохранение архивных документов – это сохранение коллективной памяти всего общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова